На днях в зале заседаний районной администрации прошел выездной семинар с учителями начальных классов и воспитателями детских садов по вопросам оказания первой медицинской помощи при возникновении угрозы теракта природных техногенных чрезвычайных ситуаций. К нам приехали лекторы преподавателей учебного центра республики. Основные мероприятия учебного центра МЧС республики Дагестан мы проводим выездное занятие с учителями начальных классов, с воспитателями детских садов по вопросам оказания первой медицинской помощи и правила поведения при возникновении угрозы теракта. У вас в гостях сегодня преподаватели учебного центра Магомедов Гадис Касанович, Шахмедов Микаэл Абдурахманович. Цель нашего приезда и проведения этого выездного занятия. Как вы знаете, мы сейчас живем век риска. С каждым днем все опаснее становится жить. И чрезвычайные происшествия природного характера, и техногенного характера ЧС, теракты. То, что происходит сейчас в мире, обязывает всем нам знать четко, не только знать, но и уметь действовать, когда возникает необходимость при угрозе ЧС, при теракте. Как оказать помощь для пострадавших. Особенно это касается учителей начальных классов и воспитателей ДОУ. Поскольку ваша работа связана с детьми. Ваши умелые действия всегда окажут помощь пострадавшим и своевременно вывести их из опасной зоны. В свою очередь лектор отметил, что Дагестан занимает второе место после Камчатки по сейсмической опасности. Как вы сейчас обратили внимание в этом фильме, сейсмическая опасность. Республика Дагестан занимает второе место после Камчатки по сейсмической опасности. То, что происходит время от времени у нас в республике Теракт, эти сейсмические тальчки, говорит о том, что, как утверждают специалисты-сейсмологи, мелькие тальчки являются предшественниками более крупных землетрясений. Как вы знаете, после крупного землетрясения в республике в 1970 году уже прошло более 45 лет. Сейсмологи считают, что это достаточный срок, чтобы очередной раз в республике могут возникнуть сейсмические тальчки более крупных таких размеров. Поэтому вам в этой ситуации необходимо в школах, у себя, в детских садах провести тренировки, как спасти детей при возникновении не только землетрясения, при пожаре, при других чрезвычайных ситуациях техногенного характера и природного характера. Ну, обычно что происходит у нас? Когда возникают природные катаклизмы, пожары, основном мы страдаем от чего? Страдаем от паники, от давки, от неумения вести себя. Если вы обратили внимание, во время землетрясения Фукусима в Японии, без напоминания старших, маленькие дети знают точно, как себя вести. Одни идут к проходной двери, другие идут под стол. То есть, чётко они знают правила поведения. Поэтому вам необходимо у себя в школах время от времени проводить занятия по эвакуации детей без паники, аккуратненько, как быстро покинуть здание при возникновении, какой опасность. И сегодня наш старший преподаватель вас ознакомит. Как же оказать вам, оказавшись рядом с пострадавшим, мы иногда теряемся. Не знаем, как оказать помощь. И в течение пяти минут решается судма человека. Если за это время не подоспеет наша скорая помощь, МЧС, то есть жизнь человека опасности. Поэтому вам сегодня то, что мы скажем, это будут знания. А эти знания надо превратить в навыки, чтобы вы умели не только, значит, в школе, дома, где бы вы ни находились, чётко, оперативно оказать первую медицинскую помощь. Я хотел привести такой пример. У нас в стране ежегодно на дорогах погибает более 30 тысяч человек. А в республике от 400 до 500 человек при дорожно-транспортных происшествиях. А погибают они 20% от травм полученных при дорожно-транспортных происшествиях. 20%, а 80% погибают из-за неумения наших граждан оказывать первую медицинскую помощь. Поэтому, уважаемые, город Хасаюрт, Хасаюртовский район, знаете, не блещет у нас своими, значит, там, и терактами, и отношениями. Очень опасная зона. И вам всегда необходимо быть начеку, с вниманием относиться ко всему тому, что происходит вокруг нас. Я... Сегодня мы приехали на проведение выездного занятия. 10 часов мы проводили занятия в городской администрации. Я бы хотел отметить, и это я и до главы администрации, что мы очень рады, что вы так организованно сегодня пришли на эти занятия. Это очень приятно. Поэтому давайте начнем мы. Я слово хочу предоставить старшему преподавателю учебного центра МЧС Республики Дагестан, Шейху Исламу Исааковичу Муртазалеву. По словам Шейху Ислама Муртазалиева, защита детей – это прямая обязанность родителей, учителей и взрослых. Заниматься, знать, вовремя оказаться рядом с ними – от этого зависит жизнь, здоровье наших детей. Дети, они не защищены никем. Поэтому они всегда будут на нас смотреть и от наших действий. Поэтому мы должны их, в детских годах, как сказал уже Газида Александрович, надо учить детей адекватно реагировать в сложившем ситуации. Природного характера, человеческом ситуации, техногенного характера. Кроме нас, они некому учат их. От наших, они всегда смотрят на нас, и наши дети, и повторяют наши действия. В детстве они все, то есть, адекватно повторяют наши действия, и они так и взрослеют. Мы их учим, мы стареем. Дети набирают мудрость от наших, нашего поведения, нашей повседневной жизни. Поэтому, прежде чем начать говорить о медицине, надо напомнить. Вот смотрели сейчас фильм о человеческом ситуации. Челевчане, друзья, природного характера. К природным человеческим отношениям относятся целый комплекс мероприятий. Это и землетрясение, один из видов человеческой ситуации. Это наводнения, это ураганы, это цунами, это оползни некоторых регионов, территорий. Ну, для вас характерно, это зона затопления, наводнения, правильно? Ну, конечно, бывают и другие. Сильные морозы, сильная, высокая жара, особенно летом. И тоже надо нам учить детей, как себя делать, потому что обвезвоживание. Пить хочется, много пить тоже нельзя при сильной жаре. То есть научить детей, как... Где попало, тоже нельзя пить. Потому что вода тоже должна сопротивляться нашему организму. То есть, действительно, мы получили диарею, там, и другие инфекционные заболевания, где попало пить в боль. Поэтому, вот эту носоку мы будем обучать детей. От этого зависит, действительно, их здоровье, здоровье, образ жизни. И их, действительно, наше взросление. Поэтому, в человеческой ситуации нам надо учиться адекватно реагировать. Мы должны, действительно, вот только сегодня мы будем говорить. И дома, родным, близким, родственникам, родителям, детям, мужу объяснить, как действует. Вот, как вам показали, резюме трясения. Это один из самых опасных, самых неопознанных. Потому что предугадать, когда может возникнуть, мы не можем. Поэтому нам надо быть всегда готовы. Именно мирное время. Мы сегодня вас не зря собрали, оторвали от дела, для того, чтобы хоть какую-то информацию, хоть сокращенно, но что-то мы вам дали. Но дальше вы, взрослые, сами должны найти, расширить свое познание в этой области, углубить его через интернет и другие технические возможности. Уровень воды поднимется. И что мы должны, как реагировать должны на это? Научиться на высоту. Плавать, это правильно. Это правильно. Конечно, друзья, надо научиться. Имеющиеся есть возможность. Потому что у вас, если нет горы, куда-то можно поднять. Правильно? Значит, нужно подниматься на крышу, на высоте деревьев. Потому что, на сколько дней она может, на сколько уровень поднимется, мы это тоже не будем предугадать. Правильно? Поэтому всегда надо лезть выше. А потом, конечно, придут спасения, помощь. Те же службы наши, МЧСовские и так далее. Те мероприятия, которые будут организовывать ваши федеральные органы, исполнительные власти, ваши формирования, которые в мирное время созданы, они придут, да, если нет возможности у вас эвакуировать, но, по крайней мере, для начала накормят, хлеб принесут там. Часто вы видите в фильмах, в зонах затопления, что как людям помогают. Ну, чтобы избежать утопления и прочее, занос в воде куда-то, поэтому обязательно надо кое-какие навыки в мирное время получить информацию, передать и готовить. То есть, бить, готовить, адекватно реагировать к этим человеческим ситуациям. Или током, он может упасть от остановки там сердца. Ну, то есть, множество разных причин могут быть. Первое, что мы должны делать, друзья? Подошли, первое мы должны спрашивать, то есть, аудиообщение. Реагирует на наш разговор. Если реагирует, значит, Минадий спросит, что случилось? Что с ним? Какую помощь ему оказать? Ну, и так далее. То есть, распознать его. Значит, если на ваш разговор он реагирует, значит, он то ли в шоке, то ли в сердце остановилось. То есть, множество факторов. Что мы должны, первые наши действия? Мы должны подойти к человеку, шупать его пульс. Пульс сонной артерии на руке запястья двумя указательными пальцами, указательными и следными. Нажимаем вот как раз возле большого пальца. Можете себя сразу проверить. И вы почувствуете, как пульсация. Значит, у него сердце работает. Если не чувствуете пульс, значит, мы что делаем? Смотрим на зрачок. Если ясный солнечный день, значит, как будет реагировать зрачок, когда вы открываете веки? Рашлитка. Рашлитка. А? Рашлитка. Сужба. Сужба. Что будет вкладывать? Она зрачок. Яблочко. Что будет? Уменьшаться. Уменьшаться или улечиться? Уменьшаться, наверное, абсолютно. Правильно. Вот от света зрачок должен... Значит, он живой. Если не двигается, не реагирует. Глаз мутный. Значит, он сердце у него не работает. Остановлено. Значит, бывают случаи, если вы название манипуляции не выявили. Берете указательный палец, затем давите ему пальцем в глаз. Несильно. Подавили, винули палец и рассматриваете. Если в этот момент глаз после вашего отжатия вытянулся, как кошки, это называется кошачий глаз. Значит, тратить на это время не нужно. Он уже покинул, да. Покинул уже этот человек. Значит, если реагировал, значит, глаз нормальный зрачок, значит, мы должны питаться, его вернуть в жизнь. Чего мы начинаем? Конечно, первыми расстирываем воротничок, расширяем ремень для того, чтобы немножко освободиться. Смотрим второе. Тест называется алгоритм А, Б, С. Каждая из этих букв имеет свое предназначение. Или ИВЛ, искусственная вентиляция легких простей. Одно и то же это. В первую очередь, что такое А? Это освобождение проходимых дыхательных путей. Почему мы делаем это? Потому что, когда человек, то есть он может обедать, он может ужинать правильно, он может утоплено, под водой находиться, при получении удара электрическим током, у человека то, что он поел, выбрасывается. То есть закрывается проходимость дыхательных путей. Дышать не может он. Поэтому я должен его немножко повернуть голову на бок, открыть рот. И на самом плохом или чем-то очистить проходимость дыхательных путей. Бывают случаи, особенно судороги, шок, человек не может вынести, не открывается рот. Значит, в этом случае ни в коем случае нельзя ложки, ножи, прочие вилки питаться, открыть зубы между зубами и так далее. Вы переломаете зубы. Поэтому берете два указательных пальца. Самый простой способ. Начинаете давить со стороны головы указательными пальцами. Ну, он будет закрываться. Чтобы фиксировать, вам необходимо с собой иметь, ну, что-нибудь такое, сантиметра полтора-два. Чтобы его фиксировать. После того, как вы фиксировали, вы берете, очищаете проходимость дыхательных путей. Первое, что вы сделали. Второе, после того, как вы восстановили проходимость дыхательных путей, второй признак у нас, у человека есть рёбра, да? Между рёбрами всегда, назовем это солнечное сплетение. То есть, очевидно, острота, в конце схождения рёбр, вот такой острый, остричок. Вот это, от этого пальца, два пальца выше. Вот она щупается вот так вот. Два пальца выше. И ставите, два пальца нажал, вот внутренний час, ни ладонь, ни пальцы. Именно вот этот час руки, ладони. И вкладываете на два пальца выше, на левую сторону сердца. Так, слово предоставим старшему преподавателю учебного центра, нашему Миколу Абдурахмановичу. Он рассказывает о правилах поведения при угрозе возникновения теракта. Пожалуйста. Давайте рассмотрим сразу проблему, которую мы сегодня будем освещать. Это вероятность совершения терактов, к которым мы можем иметь прямые отношения. Либо это будут наши близкие люди, либо это соседи, либо просто незнакомые люди, которым можно помочь, после того, как они пострадали. Вероятность того, что мы окажемся в ситуации, которую мы называем терактом, тоже такая же, допустим, как вероятность того, что будет землетрясение. Ну, к примеру. И надо избавиться еще от одной болезни. Все мы верующие люди, мы во что-то верим. Кто искренне верит в существование верхних, высших сил, кто исповедует ислам, знает. Есть люди, которые еще больше того верят, что жизнь на земле не запряма, а она вечно на земле жизнь. То есть, что наш земной шар, он реально, физически существует, но он также безграничен и, так сказать, с точки зрения своих возможностей и своей стойкости к всяким там, ну, факторам негативным, скажем. Но самая главная болезнь, как доказали психологи, что люди думают, это может быть, не интересене может быть, но не с нами, не у нас, а где-то в соседнем районе. Думают так, что обойдется, если будет пожар, то, не дай Аллах, но не в нашем доме, в соседнем доме. Если будет какой-нибудь случай захвата в заложнике, то это, не дай, там будет ноль только не у нас. Да если произойдет какой-то взрыв газа, например, бытового, либо это будет взрыв, диверсия, подрыв с целью нанесения ущерба, убийства, то это не в нашем подъезде. А если в подъезде, то не в нашей квартире. Единственное, что нас спасает от того, чтобы не верить, что мы так неуязвимы, то, что значит, беда, которая случилась, она может случиться. Если с соседними, то это с близкими людьми вам. Если в другой квартире, то могут быть ваши дети. Если это будет в другом селе, это ваши родственники и так далее. Вторая вероятность попадания на наше, на свою душевную боль, на это реагирование все равно имеет смысл и имеет большой процент. Итак, значит, рассмотрим некоторые виды перахтов, которые, к сожалению, и были на нашей территории, нашей республике, словами родной республики. Вот, например, коротко о диверсии. Диверсии – это способ совершения взрыв-подрыв. Взрыв не просто открытых материалов, то есть боевых, боевого оружия, а это, вот, скажем, ну, взрывопахный предмет. То есть предметы, в которых скрываются самодельные или штатные оружия. И называют взрывопахный предмет. Предметы – это нашего обихода. Самый яркий пример – это женская, дамская сумочка. Наиболее распространенная, какая-то, во всем мире. Даже Интерпол на запрос ответил, что наиболее часто используемым предметом для вложения взрывного устройства и подрыва является дамская сумочка. Так сказать. Вот так вот. Такие предметы мы называем взрывоопасными предметами. Проблема заключается в том, чтобы определить, является ли тот или иной предмет, забытая сумка, чемодан, кейс, коробка из-под обуви, и коробка с обувью является ли опасной или нет. Поэтому есть рекомендации, о которых мы скажем только чуть-чуть, а вам порекомендуем все-таки ознакомиться с памятками, с многими документами на эту тему. Значит, дальше существует понятие похищения людей. Это тоже терр-акт. Целью является самая низменная человеческая цель, подлая цель, получения денег на фоне беды, горя человеческого, тех, кто ожидает того, кого выкрали, и того, кто страдает от того, что его держат в это заточение. Значит, похищение, как правильно подвигаются люди, которые значимы для кого-то, что-то стоят, или же за них можно взять больше денег. Значит, вот еще другая форма терр-акта, покушение и убийство это орудие, захват транспортного средства. Вы знаете, что уже в двух-трех столицах Западной Европы в прошлом, позапрошлом году уже была совершена совершенно новая форма терр-акта. Это захват, например, грузовика, в двух случаях, что она, тяжелого грузовика и наезд на мирно гуляющих по тротуарам и непроезжим частям улицы. Вы помните где-то? Было. Это уже стало и место иметь такая форма терр-акта. Еще несколько раз там, мы эту форму даже не показывали, о ней не говорили. Но если захватили транспортное средство для того, чтобы удержать там экипажа, либо удержать пассажиров, это уже что? Это захват заложников. Другая форма терр-акта. Знаете, эта форма распространенная и большей частью имеет целью получения денег, выгоды, выкупации, освобождение заводника. Ну, в Махачкале какие были формы? Да, был захват автобуса на автостанции так называемой новой. Попытка захвата автобуса на площадке перед аэропортом, аэропортом была. Там, где отключились наш фасариутовец, вы знаете Туполиев, да? Туполиев знакомая фамилия? Попытка саюту. Туполиев был отец и его сын без пца. Он был начальником милиции тогда вот этой милиции аэропорта. Там же отличился и военком Киномагомедов, который смело вместе с Туполиевом и пошли к этому парню, который был гранатой, вошли в автобус и убедили чтобы он разоружился и отдал оружие. И оружие осталось, отдал полицию. Дальше, значит, наиболее опасной формой в настоящее время становится кибератака, то есть кибертерроризм. Это связано с атакой хакерами, опытными специалистами сетей интернета. Это, конечно, не социальные сети, ни одногруппники, ни одноклассники. Это ерунда для них. Там ничего не получишь. Они, конечно, атакуют сети, которыми пользуются крупные банковские финансовые объединения. И особенно правительственные органы, каналы, по которым осуществляется международные сообщения, договоры между президентами, допустим, если есть линия связи, то они могут, оказывается, повлиять на качество хотя бы изображения, если это видео телевидение, видеосигнал, или же просто на качество звука, если это просто радиоканал, то есть телефон. Будем надеяться, что учителя, родители, в свою очередь, проведут также занятия с учащимися начальных классов с тем, чтобы дети знали, как поступать при той или иной чрезвычайной ситуации, возникшей дома, в школах или в садиках. Субтитры создавал DimaTorzok